Необычный урок прошел для четвероклассников экономического лицея на улице Крылова. В гости к ребятам пришла главный детский сурдолог Мария Крейсман, рассказавшая о важности сохранения слуха. Мы уже традиционно несколько лет выходим в школу для того, чтобы нашим маленьким друзьям напомнить о том, что слух существует, его нужно максимально беречь. Поэтому идея, собственно, заключается в том, чтобы вспомнить, что у нас есть слух и насколько важно в нашей жизни иметь слух хороший. По словам Марии Вячеславовны, в последние годы наблюдается некоторый рост количества детей с нарушением слуха. Связано это и с совершенствованием методов диагностики, и появлением нового современного оборудования у врачей, и с распространением различных гаджетов, при помощи которых ребятишки слушают музыку в наушниках. Так что советы, как уберечь свой слух, достаточно простые. Стараться болеть поменьше, стараться правильно ухаживать за ушками, то есть не использовать ватные палочки, когда мы чистим уши, просить родителей помочь в этом случае. Естественно, не слушать громко музыку, не находиться долго в шуме, не находиться в наушниках при большом шуме, ну и так далее. То есть простые правила, которые нам профилактически помогают сохранять слух на хорошем уровне. Отметим, что такие уроки здорового слуха уже стали доброй традицией в новосибирских школах. А в этом году по случаю Международного дня охраны здоровья уха и слуха пройдет и специальная социальная акция. Наши волонтеры подготовили ряд видео, которые показывают взрослым и детям, как не нужно делать для того, чтобы сохранить свой слух здоровым. Его можно будет найти по хэштегу «Береги слух». По словам врачей, при первых подозрениях на снижение слуха человеку необходимо немедленно обратиться к лор-специалисту. Только врач сможет поставить правильный диагноз и провести нужное обследование. Если слух начал снижаться, проходить исследование необходимо раз в полгода, особенно если речь идет о детях, которым также необходимо объяснить основы сохранения здорового слуха, чем в эти дни и занимаются специалисты при поддержке общественников в школах Новосибирска.